Не вызывает изменения в окружающей среде, в любое предприятие. Даже мы с вами каким-то образом меняем. Кто-то больше... Каждая машина, да. А речь идет о том, как это повлияет на здоровье людей. Вот эти разговоры, связанные с онкологией, с другими заболеваниями, они не основаны на материалах проекта. Они основаны, возможно, на каких-то других документах, про которые не всем известно или которые, может быть, не существуют. И вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин при встрече с Владимиром Кузнецовым или без встречи его дает, по крайней мере, указание или решение провести независимую экологическую экспертизу от будущего завода ферросплава, Единисийского ферросплавного завода. Лев Владимирович Кузнецов, получив это задание, поручает это дело провести и прощупать общественное мнение вам. Представителем Гражданской Ассамблеи Красноярского края. У вас вот состоялась конференция. Ну и о чем вы говорили? К чему вы пришли? По какому пути вы пойдете? Чем мы можем успокоить или наоборот, понимаете, взбудоражить жителей нашего города и края? Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Что вы решили? Ну, я не совсем согласен с последовательностью принятия определенных решений, потому что действительно, значит, при получении пересня поручений, в которых, в том числе, говорится о необходимости проведения независимой экспертизы, я думаю, что Лев Владимирович Кузнецов очень правильно понял, что нужна экспертиза местных специалистов. Не надо нам экспертизу, которую будут проводить итальянцы, французы из Москвы и так далее, которые не дышат этим воздухом, которые не видят, как здесь улучшается, ухудшается экологическая обстановка в связи с чем это происходит. А те ученые, которых у нас много в Красноярске, способных профессионально оценить всю необходимую документацию. Именно поэтому для того, чтобы выполнить одну из функций Гражданской Ассамблеи, она заключается именно в установлении связи между общественностью Красноярского края и органами власти Красноярского края, с тем, чтобы к органам власти мы обращались от имени общественности и показывали, что общественность тоже участвует в решении политических, экономических задач социально-экономического развития края. Это оказалось, с точки зрения губернатора, именно тот орган, который может попытаться найти правильный выход и поставить точку в строительстве ферросплавного завода. Но это не отступление от той позиции, которую он занял накануне, из тех заявлений, в которых он выступил. Вот так, откровенно, вот на ваш взгляд. Выполнить поручение можно по-разному. Но если губернатор понимает, что его позиция была связана с мнением большого числа красноярцев, неважно, каким образом оно было получено, это мнение, на достоверных словах, как организовано может быть, да. Но люди действительно считают, что ферросплавный завод – угроза для их жизни. Поэтому не прислушиваться к этому мнению нельзя. С другой стороны, выполняя поручения, именно здесь, в рамках расширенного совещания Совета Гражданской Ассамблеи, можно было, пригласив и большое число противников завода, в частности, представителей вот этого общественного движения «Красноярск против», специалистов, научных сотрудников, людей, которые всю жизнь проработали в экологической, как бы, вот этой сфере, понимают, что такое техническое задание на проведение независимой экологической экспертизы. Ну, специалистов, по крайней мере, да, профессионалов в этой области. Плюс те, кто выражает мнение общественных организаций, а у нас в Гражданской Ассамблее более 150 общественных организаций объединены, там 14 палат, вот у меня палата называется правозащитных организаций. То есть я несу ответственность за защиту прав и интересов как граждан Красноярского края, так и организаций. Поэтому, получается, позиция некая двоякая. С одной стороны, мне надо защитить право на хозяйственную деятельность организации. С другой стороны, я должен защитить права наших граждан, наших жителей края, связанные с благополучной средой. И только занимая совершенно объективную позицию, связанную с неукоснительным исполнением законодательства, можно найти правильный путь решения. Именно поэтому мы и хотим сейчас сформировать некую рабочую группу по уточнению планов технического задания, которые мы обсуждали позавчера на сессии нашей Гражданской Ассамблеи. Создать, выбрать организацию, которая способна это техническое задание выполнить на проведении экологической экспертизы. Создать рабочую группу в Гражданской Ассамблее, которая постоянно бы прослеживала путь движения и работу этой комиссии. То есть, будет процесс прозрачный абсолютно для всех, кто желает разобраться? Для общественности этот процесс будет прозрачный. Мы будем спрашивать, почему этот параметр вы не учли, почему этот параметр не учли. Если нам объяснение удовлетворяют, мы соглашаемся и так далее. Это действительно процесс, который должен проходить на глазах красноярцев. Какое бы заключение экспертная комиссия не сделала, положительное заключение по строительству завода, отрицательное заключение. Важно, чтобы люди доверяли и считали это решение легитимным, несмотря на ту позицию, которую многие из них могли поменять в процессе этого давления со стороны СМИ и общественных некоторых организаций. Прийти к объективному мнению. Да, допустим, завод наносит вред здоровью населения, мы поддерживаем тех, кто против строительства завода, или нет никаких документов, которые подтвердят, что при эксплуатации завода будет нанесен вред здоровью, что санитарная зона определена правильно, что выбросы содержатся в ничтожном количестве по сравнению с разрешенными, и здоровью наших детей и наших престарелых родителей уже ничего не угрожает. А в зависимости от этого уже, конечно, тогда говорить будут и о необходимости или запрете строительства завода. Есть люди, которые заранее не доверяют уже решению этой комиссии. Да, априори уже против. У нас есть мнение жителей города Красноярска. Но высказано, завод не должен быть построен. Мало того, есть предложение от некоторых партий и даже некоторых депутатов городского совета провести опрос общественного мнения во время выборов 8 сентября. Одновременно с голосованием за тех или иных кандидатов в городской совет проголосовать за или против строительства завода. Вот вы против политики, а все равно, а это тоже политика. Ведь чистая воды политиков, понимаете? Я хочу немножко как бы навести порядок в этом вопросе. Вообще удивительно, что одна из партий, которая это поразгласила, считает, что за деньги можно сделать все. Несмотря на то, что существуют какие-то нормы, прописанные в законодательстве. Еще больше удивление вызывает мнение депутатов городского совета. Понятно. Для того, чтобы организовать опрос, нужно выполнить решение Красноярского городского совета о выполнении порядка назначения и проведения опроса. Вот решение горсовета номер 10-188. О порядке назначения и проведении опроса граждан в городе Красноярске. Это решение на 10 страницах описывает процесс. И прежде чем говорить об опросе жителей Красноярска, надо, чтобы какой-то инициатор, депутат, например, или глава города вышел с ходатайством в городской совет об объявлении начала этого опроса. О том, чтобы было принято решение в соответствии с нормативным документом провести этот опрос. А потом идет целая схема, как это делается. Не просто так. Мы оплатим расстановку урн, значит, при этом голосовании, поставим рядом с избирательным участком. Голосуйте. Да. Этот, извините, просто обычный, как бы, пиаровский ход, с моей точки зрения, он не подтвержден наличием соответствующего решения городского совета. Мне неизвестно, депутаты, которые говорили об опросе, вышли ли с инициативой в городской совет, чтобы решение об опросе было принято в соответствии с нормой, о которой я сказал, и так далее. Опять заблуждение вводят, это же некрасиво. Почему же я все-таки за то, чтобы мы потратили определенные усилия на проведение этой независимой экологической экспертизы? Я думаю, что она нам поможет найти истину, и, как говорил губернатор, поставить точку строительства феррославного завода. Почему? Потому что, если наша экспертиза, независимая красноярская экспертиза, найдет недостоверные сведения в документах, которые представлены за ОЧЕКСУ, по строительству завода, найдет недостоверные документы, фальсификацию в решение государственной экспертизы, то это будет повод для нас обратиться в прокуратуру с проверкой. И вплоть до президента Российской Федерации. Зачем на президента? У нас есть надзорные органы, соответствующие надзорные органы, ну, прокуратура, допустим, Российской Федерации, по заявлению, в которой мы обоснованно покажем, где нас пытались как бы обмануть, и прокуратура, найдя виновников такой фальсификации или недостоверности остальных документов, она сама примет свое решение о том, возможно ли строить завод, если там недостоверная документация представлена. Ну и второй момент, да, если наша независимая экологическая экспертиза не найдет нарушений законодательства, не найдет недостоверных сведений в этой документации, тогда возникает вопрос к организаторам движения против этого завода, которые распространяли недостоверные сведения, ложные сведения о том, что завод вредный, что он там, значит, приведет к многочисленным болезням и так далее. Если вся документация, в том числе решение глав госэкспертизы, верная и недостатков, о которых я говорю, недостоверности там нет, извините, тогда организаторам этого движения придется ответить по закону. А закон предусматривает и уголовную ответственность, и административную ответственность. Поэтому в зависимости от того, насколько глубоко была попытка ввести в заблуждение мнение красноярцев, будет зависеть наказание для этих организаторов. В случае, если все-таки действительно таких нарушений, о которых мы постоянно говорим, и которые вызывают отторжение к средству завода, вдруг не найдется. – Последний вопрос, если можно коротко. А как долг этот процесс? На сколько он примерно рассчитан времени? На какое время? – Я думаю, что пару месяцев, может быть, три месяца надо. Наша задача – объективная оценка той документации, которая представлена. Наша задача – не доверять, допустим, каким-то разговорам. Только документ, только проверка его на законность позволит составить объективное мнение. Спасибо вам большое. Если вы не против по ходу работы этой независимой государственной экологической экспертизы, мы будем возвращаться к этой теме, а вы будете информировать о том, как она продвигается. Берегите себя и до встречи в эфире. Телеканал «Центр» Красноярск. Редактор субтитров А.Семкин